Многие жители страны, точнее 42,2%, считают, что нынешнюю ситуацию в Молдове можно сравнить с фильмом ужасов. 24,3% назвали происходящее драмой, а 21,5% сравнили ее с триллером. Таковы данные социологического опроса, проведенного компанией Intellect Group. Опрос также показал, что, по мнению 65,2% респондентов, социальная атмосфера в Молдове в последнее время неспокойная и напряженная. О том, что в стране тихо и спокойно, заявили 14,2% опрошенных граждан. 17% заявили, что все идет как обычно. 3,3% участников опроса затруднились ответить, не зная, как охарактеризовать социальную атмосферу в стране. Гражданам был также задан вопрос, как бы они проголосовали, если бы на следующей неделе состоялся референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз. 39% заявили, что поддерживают идею присоединения к Евросоюзу. В то же время, 27,5% респондентов проголосовали бы против вступления в ЕС. Организаторы опроса считают, что такая значительная цифра противников евроинтеграции связана с опасениями, что Молдова утратит суверенитет, что в переходный период придется столкнуться с экономическими трудностями, а также с недостатком информации. Также социологи отмечают высокий процент граждан, которые не собираются голосовать на референдуме – 20,5%, и тех, кто планирует испортить бюллетень для голосования – 2,5%. По их мнению, это свидетельствует о недоверии общества к процессу голосования и политическому процессу в целом. Согласно результатам опроса, Майя Санду Игорь Дадон и кандидат, выдвинутый Илоном Шором, в случае проведения президентских выборов в ближайшее воскресенье набрали бы наибольшее количество голосов. Исследование показало, что за действующего президента проголосовали бы 18,2% избирателей, за Игоря Дадона – 3,2%, а за кандидата, выдвинутого Илоном Шором – порядка 8%. Далее следуют генеральный примар Кишинева Ион Чибан, Владимир Воронин, Рината Усатый, Ирина Влах и другие политики. Около 12% участников опроса заявили, что не пойдут на голосование. Еще порядка 16% граждан пока не определились со своими предпочтениями. Эти данные, по мнению авторов опроса, свидетельствуют о сильной разобщенности в обществе и большом количестве тех, кто еще не определился, как будет голосовать. Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас заявила нашему телеканалу, что не комментируют данные социологических опросов. Нынешнее исследование проводилось методом CATI в период с 25 по 28 апреля 2024 года. В нем участвовали 594 респондента, обладающих правом голоса. Погрешность опроса составляет плюс-минус 4,2% пункта.